Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы продолжаем играть в Метро Эксодус. Итак, друзья, мы остановились с вами на том, что почти уже, я так понял, первую локацию прошли. Нам осталось только дотопать до медведя. Я всё-таки решил девочке вернуть его, да. Ну, стоит, действительно стоит. Доброе дело-то сделать. Встретил двух мужиков, они, правда, мне что-то рассказали. А, ну, понятно. На-а-а-а! Чужаки просто в последнее время нападают, короче, часто. Вот они и обозлились. Ну, и Силантий все мозги прокомпостировал. Грех, батенька! Вот видишь, сынуля мой, тут, если Силантия не слушаешь, житья не будет. Слыхал, крест к вам прибился, это хорошо. Толковый он, мужик. Пропади, жалко было бы. Но да такой не пропадёт. И что Катьку с малой забрали, тоже вам спасибо. Стыдобата с ними получилась. Я бы и сам напросился. А что, стрелять умею? Тут после войны сначала такая жизнь была, что-то кино про ковбоев. Да только сын тут у меня. Сома-поклонник по мамкиной дурости. Ну и понятно отсюда ни в какую. А без меня и тут пропадёт дурачина. Вот ты что такое кино, знаешь-то? Слыхал хоть? Грех, батенька! Общину позорите! Да перед кем? Еретик он! Вот заладил. Грех, грех. Головой думать надо. Видишь как, так и живём. Ну, парень, ты иди, пожалуй. А то и вправду увидят, кто донесут. Ну и не поминай лихом. Ну, окей. Может вы там про себя, ну и... Я как бы про себя такой сказал, мол... Блин, и вправду? Мужик-то нормально. Может тоже заберём? Чем больше народ, тем лучше. Будем стрелять там во всех. Компаньоны, дружим. Но в реальной жизни это, понятное дело, ни в какие ворота. Потому что... Ну, сами понимаете, это сколько надо, Чёрт возьми, еды. Воды. А мы живём, сами знаете где. Поэтому... Мельник бы точно такого не допустил. Так. Почти уже, я думаю, дошли до медведя. Я очень надеюсь. А то мы с вами прошлую серию где-то минут, наверное, десять потратили. Я туда-сюда ходил. Так, что-то там... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Что-то нехорошее. Вообще ни разу. Так, это не медведь-то? Нет, это башмак. Так, а вот это что за штука такая интересная? А, вот! Мне медведя забрать! Слышишь? Да я не трону тебя! Блин. Ой, всё-таки... Нифига себе, кусается ещё. Так, давайте, наверное, тут мы с вами... Ну нет, я не буду его трогать. Вот штуковину. О, летать умеет. Прикольно. Так, тихо-тихо-тихо. Не берём тут лишнего такого. Противогазик. Что, он летает и вправду? Ой, по звуку... По звукам сейчас сюда подойдёт. Так, всё. Вперёд! И мы немного полетаем! Хоп! Вот, блин, жизнь, а! Медведиков забираем! Прямо как... Во второй части. Метро луч надежды. Ну, там тоже медведь был. Но там-то его легко... Ой. Ну да, по-моему, метро луч надежды. Там его, хотя, тоже не очень-то легко. Надо было... Так, садимся в нашу резинку. Берём вагон и погнали. Не понял. Тихо. Не понял я прикольчика. Мужик, ты же... Не хотел. Ты же сдавался. Короче, здесь остался только один мужик. Он говорил, я сдаюсь, я сдаюсь. Я такой решил, ну ладно. Тип, дядь, окей. А в итоге он ещё, блин, чуть не пристрелил меня. Засранец эдакий. Так. Чё это такое? Плакил. Как нам тут... Нам же надо по-любому на эту дорожку, правильно? А как здесь? Как это сделать? Ну-ка. Или всё нормально? Ну, вроде да. За нами вагон. Ну ладно, если что, там разберёмся, я думаю. Посмотрим сейчас карту. Так. Карта гласит, что нам как раз-то, блин, налево и надо. Ну да, это логично. Значит, где-то вот здесь, что ли, рычаг. Так. Так. Странно. Рычага переключения почему-то нету. Почему? Так, это не разрушается. Смотри какие-то, блин. Ну, понятное дело, на выстрелы-то каждый придёт. Ну, тут просто такой фонарик был и... Такая штука. Значит, не здесь. Значит, где-то внутри. А, нужны бабы. Нужны бабы. Так. Мы сейчас с вами ходим. Ну-ка. Сейчас я посмотрю быстренько. Ну, там на второй этаж мы. Там бар. Я просто не особо исследовал это место. Мы с вами повалили чертей, но... Вот так себе. Поводильничек. А может, он автоматически? Блин, ребят, он, наверное, автоматически. У меня есть такое предчувствие. Ах ты, блин. Я спрыгнул это нормально. Ничего. Ну, чё, погнали. Да, он автоматом сюда повернул. Ну, хорошо тогда. Ой, блин. Ребята, а есть, кстати, дофига игр симулятор машиниста. Я видел. И при том, играет вообще. Смотрят. Как там людей. Блин, круто. Ну, сейчас мы быстро доставим тогда. Я почему-то думал, что рычаг должен переключить. Я как бы не такой знаток. В поездах. Ну, так посмотришь на эту кривую дорогу и... Эти рельсы просто, я не знаю. Как будто пьяный кто-то их... Вы, блин. Это нам сигнал. Типа, стой, наверное. Да нормально. Нужно не стоять. А может, просто приветствует. Ну, знаете. Вот у меня, кстати, машина, да? Ой. Все, зима. Это фары наши, что ли? Я думал, он нам сигнал подает. Ну, блин. Так, ну все, ребята. Поздравляю. Мы первую локацию прошли. Блин, сколько мы с вами потратили сил, нервов. Отступайте. Все, сейчас присоединяемся. Присоединим. Вагон из очища, капец. Просто... Отмывать. Отмывать придется. Ура! Наш дом приехал. Вот это да! Дядя, дядя, а вы Мишку моего найдете? Вы еще на глушилке. На, держи. Мишка? Мишка, ты вернулся. Ты просто герой, Мишка. Мама, Мишка вернулся. А что сказать надо? Ой, спасибо, дядя Артем. Большущее. Мы тут заждались уже все. Аня сильно переживала. Артем, поднимись в рубку, дело есть. Что-то он как-то смотрит на нее прям. Спасибо вам огромный, Артем. У меня просто слов нет. А, ну я понял. Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. И я твой должник. Блин, он прям показывает своим видом. Ну, вы поняли, что... Здорово, Артем! Так. Ну, здоров, герой. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... Дай бог все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И... Артем, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет. А вы же... Спецназ? Не танкисты? Удачи, Артем. Так, ну ладненько. Ну что, брат, готов к последнему рывку? Это чего это? Оттуда с башней, что ли? Ух ты! Спасибо, братуха. Круто, спасибо. Да, я еще гитару доставил для него. Сейчас спадик еще сыграет. Эй, погоди, ты играть-то, блин. Нам, наверное, идти надо, нет? Спасибо вам, спасибо. Вы не представляете, что это для нас значит. Спасибо. Мы ведь на этом вагоне год назад сюда. Столько всего потом произошло. А, ну понятно. Так, я так понял, я один все равно иду, да? Вы там следом уже пойдете. Ну да, так и будет, скорее всего. Ну, пойдем. Вперед, ребят. Артем, мы на позициях. Ждем. Угу. Так, здесь нам надо как-то... Ну, блин, походу на лодке. Или есть какой-то путь? Секунду. Если только по вот этой штуке пройти... Ну, да? Ну, возможно, с кем-то сейчас встретимся. Может быть. Ух ты! Ну, ну... Блин, вот такие вот... Зачем мне так пошел? На кой фиг? Чисто обошел, блин. Прям невидимая стена какая-то была. Ну, в играх любят так делать. Так, давайте возьмем... Вот, что за прицел-то такой хороший. Дивный. Дивный прицел! Вообще нехилый такой. Хороший. Так, здравствуй, дядя. Че у тебя там? Фу! Тут, блин, не очень мне понравилось. Так, химикаты мы заберем, естественно. Еще там можно. Да, это было не очень. Так, погнали. Насчет патронов. Давайте сразу посмотрим, че там будет за передряга. Артем, вижу тебя. Поднимайся ко мне на кран. Да, помню, здесь был в первый раз. Давайте, пока он пусть отдохнет. Вот, сейчас мы с вами для ствола кое-что возьмем. Так, вот. Урон. Не, слушайте, урон пусть будет. Стабильно. Стеряется. Не, мне такое не нравится. Давай за мной только... Сэм будет на правом планке. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте. Готов снять часового. Питерос на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артем, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. Да чего возиться. Уложите их всех. Дело в шляпе. Прекратить, базар. Артем, командир, не можешь писать. Ну, в принципе, так и сделаем. Да так и сделаем, что вы думаете. Противник наверху! Готов. Не наш хоть хлопец-то? Ну, блин, окажется, что нашего завалили. Так, ну и все. Мы тут... Сейчас, сейчас, сейчас. Этого надо было в последнюю очередь. Это, видимо, если вообще по стелсу работать. Хотя, какой тут стелс. Ну, мало ли. Может, действительно. То есть, понимаете, ребят, чтобы получить хорошую концовку, здесь вам надо супер-пупер попотеть. Супер-пупер попотеть. Ну все, они всех раскидали. Баржи зачищены. Осталось захватить рубку буксира. Ну, пойдем. Нет, не это место. Компас, как бы. Нам укажет путь. Я все время, ребят, видите. Смотрю, блин. Забываю. Хотел сказать. Так. Ну, это... Я понял, он там вот. Ничего себе. Ну, Артемка, ты даешь. Ты просто герой. Ой, блин. Так, все правильно мы с вами шли. Вот оказывается, что за фигня. Я все правильно шел. Прям знал, куда идти, а. Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Свои! Отлично сработал, Артем! Артем, наши все в порядке! Ты молочина! Жаль все же, что по-тихому не получилось. Ну что, ребята, готовимся к отлытию? Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи! Ни пуха, ни пера. Артем, смотри там. Да, удачи нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов подкилим. Ура! По местам стоять! С якори сниматься! Сейчас где-то полпути пойдем, и часов до 4 в Камышах поднимаем. На Москву 600, а раньше заедем. Думаю, пуще всего, и они все можно на утренней сотой будут. Мужичок с нами. Артем, князь, мы-то вот приближаемся. Вот там, видишь, на верхотуре самый костер. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы заболтаю. Да, нам надо это пустить. Держи, конечно! Давай! Эй, муряк! Где баржу потерял? Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки. Удачи! Мы у излученной корягу поймали, весь борт развратил. Прикольте месяц отдать. Артём, князь, оброра скрытно выдвигается на исходное. Готовы начинать по вашему сигналу. Принято, товарищ полковник. Работаем. Как чего? Явились ведь, как отец Челанки говорил. Кто явился? Вслуги сатаны. Ты как-то за утренний не был. Ой, блин. Допрыгаешься. Пошлёшься, кто отец демонов искоренять. Так, давайте вот. Ну, разве ведь? Вы хотите, расскажите, чтобы. Ладно уж. В общем, еретик прямо на... Я бы не пробовать ко всусылать, кто явился. Наши молотка в бедута, отца спасать. А еретик их там всех почти положил. Кто сдался, только тех не тронул. Ну и вообще безоружных кто там был не тронул. И все человеческое растерял, значит, хоть и еретик. Так. И Кать эта ведьма с отродним своим сбежала. Говорят, что такое. Ну, конечно, не видно. Ведь тебе и надо. Чего? Исходи. У них, оказывается, фонарей-то нет. У них эти. Ну, в принципе, их так можно тоже. То есть, по идее, их можно. Повырубать вот так вот каждого. Ну, если честно, в этом прохождении, и вот этим заниматься, неблагородное дело. То есть, мы, конечно, по-любому, я говорю, может, будет еще прохождение, где мы с вами так аккуратненько вообще по стелсу будем ходить. Ну, или, по крайней мере, вот так вот вырубать. То есть, это, в принципе, нормально. Вот. Ну и посмотрим на хорошую концовку. Сейчас у нас будет, вы понимаете, не особо хорошая, скорее всего. Так, давай, механизм включаем. Артем, я почти на месте. А у тебя там кажется весело. Ты только не отвлекайся, мы тут не в тир потренироваться пришли. Хе-хе-хе-хе. И развертый с небеса, упал на землю грешный рог и жракет, и стала земля песлом, и вскепели моря, и любит тени обратились. Блин, ну тут тоже замок. Вот это каукалатый киев, кажется, офигеть. Это каукалатый киев, кажется, офигеть. Так, лучше да, вам сдаваться, мужички. Так, что у нас здесь? Можно сюда зайти? Добрались, значит, еретики проклятые. Катерину увели и до меня добрались. Ух ты, шустрый, Артем. Слушай, мы здесь просто проехали, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать ее с дочкой. Ну что, все понятно? Чего не понять-то? Сначала головорезов местных извели, а теперь изонанс взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдоволь крови напились? Уезжайте с глаз долой. Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит вас в мою беречь. Ну вот и молодец. Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот все, что мог. Вы, главное, не стреляйте, а машинисту скажите, чтобы не гнал, мозг еле дышит. И останавливаться нельзя, мозг рухнет. Вам придется... О, это князь, мы вызывались с местными. Нас пропустят, если не будем стрелять, то пойдем в баллон в курс. А, я останавливаюсь. Прием. Принято, князь. Начинаем движение. Всем внимания, без приказа огонь не открывается. Артем, прыгаем! Неплохо мы сработали, Артем! Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество – грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мертв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось все метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли эта ложь во благо. Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили. Артем, 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 просыпайся. Проснулся уже? Артем, тебя полковник в рубку зовет. А я побежал. Вставай, пора. Смотрите, наша комната. Наша комната, где мы взяли... Ты у меня молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. Так, давайте сюда. И так мало осталось. И, может, когда-нибудь сможем доверять незнакомцам просто... Эти плащи. Просто потому, что они тоже люди. Нагрузила. Извини, меня сегодня что-то на философию потянуло. Да мир. Ребят, ну... Читайте, на паузу ставьте. Ермак. Идиот. А Леша. Сэм. Ну, Сэм, кстати, прикольный. Смотрите, просто офигеть, сколько много. Степан. ТТшник. Катя и Настя. Крест. Все. Катя и Настя. Крест. Вот такие. Животные. Смотрите. Сколько тут. Снаряжение. То есть, можно почитать. Ну и все. Так, ну ладно. Пойдем. Блин, это офигенно. Погодите, купе. Да. Дядя Артем. Дядя Артем. Там дядя ТТшник уже мастерскую доделал. Хотите посмотреть? Письмо Насте. Папа, я пишу, чтобы ты знал, когда вернешься, где нас с мамой искать. Возвращайся скорее, поедем от этих дураков. Настя. Ладно, ребят, окей. На паузу, на паузу ставь. Сюда, дядя Артем. Так. А, привет, Артем. Видишь, как я тут устроился. Как короче слово. Перстак какой шикарный, а? Ха. Все под рукой. И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. На оборудование мастерское пошло. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. И ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше в Москве, тем, пожалуй, будет тяжелее. Ой, туалет у нас обувы есть. И все, что мы будем собирать все материалы, какие заняты, что я тут из них буду делать всякое. Ха. Вот это. Ха-ха-ха. Серьезно, вот это вот занавесочкой спасает? Ох, ну... Ну, как-то так. Если честно. Костюмами заниматься. А надо будет. И смотрите, вот пушки. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят. А мне вот интересно, у туалета... Как тут? Пукается? Слышно, как пукают? Хорошо, мол, не передняя, а то без пальцев на ногах остался бы. Ой, блин. Так что я из вас разгибляю, сделаю снова настоящее. Блин, они офигеть. У каждого своя... Блин, это просто супер. Смотрите. Погодите, а этот же теперь... Ну, не знаю, конечно. Что у них там получится. Артём, тебя понтонник в руке ждёт. Так, а выпить? А с бронником-то что? ТТшник ругался? Ну, тут длинная история. Хрэ кокетничает. Рассказывай. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артём там возится. Ну, ты треплох. Артём, считай, всю работу сделал. Ну, это понятно. Но врать всё равно не мешай. Сами за мой броник спросили. Ладно, дальше давай. Ну, в общем, я вижу, Артём к двери уже поношёл. Ну и думаю, надо спускаться уже. Я вниз. А ну, держи. Что? А я знаю. Темно. Никого нет. Там прямо пошевелиться не могу. Чё, что такое? Там, старики эти ещё, про царское что-то там трепали. В общем, думаю, дело пахнет керосином. Типа чёрные. Чёрные вернулись. Чёрные вернулись. И как рванул. Там как раз колобуды. Кролички. До крыши невысоко. Смотрите, какие маленькие штуки. Кушают. Ну ладно, погнали. Да, теперь смотрите, мы можем... Блин, как же всё-таки круто это. Артём, иди сюда. Так. Удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТ-шник дешифратор подключил. Ковчег. Ковчег. Ковчег, отверьте. Приём. Это Ковчег. Назовите себя. Приём. На связи полковник Сокослав Мельников. Командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Приём. Да, да. Слышу вас хорошо. С кем я говорю? Артём, хватит, пожалуй. Зам на связи. Майор Иванов. Минутку. Да, да. Всё понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недоверие, но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьёзная. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор, поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы пребудем в расположении. Приём. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Так. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного, но мы везём донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К-6 Альпа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Приём. А, минуточку, проверю. К-6 Альфа, говорите. Так. Товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждём. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор, а? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас всё в порядке, не волнуйтесь. И до свечи на ковчеге. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Сказать честно? Говно какое-то. Так это ж подстава какая-то. Ты слышал его голос? Ну всё, нам хана. Всё, нам хана. Куда ты нас везёшь? Вот это вообще, вот чисто какой-то мутный путь. Ну и путь тоже мутный. Ну и тип тоже. Ну давай посмотрим. Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта.